Ну что ж, на календаре пятница и накануне выходных мы в нашем эфире традиционно встречаемся со специалистами Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, чтобы задать им большие вопросы о маленьких, о наших детях. 16 апреля будет отмечаться Международный день голоса и в преддверии этого дня мы решили разобраться, как же его уберечь и как правильно лечить. Ведь голос теряют не только оперные баритоны, но и дети. Он у них еще и ломается бывает, еще и сипнет. Что делать с такими проблемами, выясним у нашей гости. Это логопед-фонопед консультативно-диагностического центра педиатрического университета Елена Иванова. Елена, здравствуйте. Доброе утро. Родители знают, что важным этапом развития ребенка является занятие с логопедом. А вот чем занимается фонопед? Что это вообще за специалист? Да, это специалист тоже логопед, но фонопедия является одним из направлений. Логопедия занимается целенаправленно развитием голоса у детей и у взрослых и коррекцией нарушений голоса. Логопедия занимается вообще устной, письменной речью, занимается расстройствами темпоритмических нарушений. Не речь как у взрослых и у детей. Поэтому это достаточно многоаспектная работа такого подобного специалиста. Ну, а можно, наверное, человеку-несведущему перепутать профессии фонопеда и фониатора. А в чем отличие этих специалистов и каковы показания для обращения именно к фонопеду? Ну, начнем с того, что фониатор – это врач. Человек с высшим медицинским образованием – это лор-врач, который углубленно занимается именно изучением гортани. А фонопед? А фонопед – это педагог, логопед, который занимается уже коррекцией выявленных нарушений при определенных трудностях. Когда мы не можем справиться терапевтическими какими-либо средствами, мы приходим к тому, что прибегаем к реабилитационным мероприятиям, к лечебной гимнастике для того, чтобы развивать голос. С какого возраста можно обращаться? Ну, на мой взгляд, целесообразно обращаться с возраста тогда, когда возникают какие-либо сложности, потому что они могут возникнуть действительно и в самом раннем возрасте. Мы не говорим о том, что ребенку в год и в два мы обязательно предоставим какую-то полную… Но еще трудно понять. Это трудно понять, да. Мы не говорим, что мы предоставим ему полную программу реабилитации, но, по крайней мере, некие направления для родителей мы можем сформулировать. Поэтому обращаться к специалисту данного профиля нужно тогда, когда возникают трудности. Ну, вот если у ребенка или у взрослого СИП нет голоса, какие вещи не стоит делать после того, как болезнь некая перенесена? Стоит ли поправлять ситуацию при помощи горячего чая с лимоном, с медом и какими-то другими полосканиями? Молоко с маслом, я не знаю. Да, это такие распространенные, собственно говоря, заблуждения, если так можно выразиться. Если мы говорим именно о простудных заболеваниях и восстановлении голоса, то понимаем, что после выздоровления, да, через неделю-две голос должен нормализоваться. Если ситуация затягивается на более длительный период, стоит все-таки обращаться к специалисту для уточнения тех трудностей. Возможно, человек неправильно лечился, возможно, какие-то другие сложности, которые образовались в результате простуды. А пить молоко и горячий чай, ну, опять-таки, не всегда полезно для нашей слизистой. Поэтому если человеку приятно, да, то лучше пить теплые напитки. А почему обязательно нужно обращаться к специалисту? К чему вот может привести такая длительная дисфункция? Человек может, во-первых, усугубить состояние своей голосовой функции, если так можно выразиться, разучиться правильно говорить. Второе обстоятельство – мы можем несвоевременно диагностировать какие-то более серьезные заболевания, образования, которые в перспективе придется оперировать. Поэтому обращение своевременных специалистов всегда является залогом профилактики более сложных трудностей. С какими проблемами с голосом может столкнуться человек, которому по долгу службы приходится много и часто громко говорить? Ну, артист, ведущий, преподаватель. Действительно, таких сложностей много. В первую очередь, это потеря голоса, да, вплоть до афонии. Вообще человек может потерять голос как кратковременно, так и на более длительный срок. Это, безусловно, осиплость, потеря выносливости голоса. Поэтому здесь тоже важно соблюдать простое правило. Молчание в данном случае – золото. То есть после длительного трудового дня следует отдыхать. Золосовой покой, да, должен присутствовать. А насколько, как вам кажется, формат дистанционного обучения сегодня так популярный может спровоцировать какие-то сложности? Сложности у пациента или у ведущего эти занятия? Ну, у ведущего, например. Если мы говорим о преподавателе, да, то все-таки это связано с форсированной фонацией. Зачастую мы не видим аудиторию и стараемся напрягаться больше. Поэтому в таких случаях я обычно рекомендую использовать микрофоны для того, чтобы облегчать себе эту ситуацию. А что касается дистанционных занятий, скажем так, в рамках фонопедических каких-то упражнений, я бы здесь тоже предостерегла наших телезрителей, потому что все-таки очное общение, первичная консультация, да, мне кажется, остаются бесценными. Какие еще вредные факторы могут воздействовать на голос и приводить к проблемам с ним? Ну, что касается детей, это, безусловно, частые крики, да, это эмоциональные высказывания, громкий плач, который может провоцировать узелки на голосовых складках. Что касается взрослых, ну, это, собственно говоря, вредные факторы в виде табакокурения, в виде воздействия других иных хронических заболеваний на голосовой аппарат. Ну, и самое важное, еще раз повторюсь, это голосовая перегрузка, да, которую надо избегать максимально. Елена, спасибо вам большое. Спасибо. Будем стараться, да, друзья, берегите голос. Не будем кричать лишний раз. Да, вас с наступающим праздником, ну, вот День голоса, профессиональный праздник фонопеда, будем отмечать 16 апреля.